Вот мы прибыли в Украину по приглашению вашего Министерства внутренних дел для того, чтобы обучать ваших специалистов. И вот уже сегодня на основании нашего опыта израильского в Украине улучшается помощь пострадавшим при боевых действиях военнослужащим и полицейским, и сотрудникам ВМВД, и те, кто относился к Министерству обороны, те, кто пережил посттравматический синдром. И на основании израильских протоколов, израильского опыта, вот конкретно высокопоставленная сотрудница МВД Татьяна Андреевичук, она способствовала внедрению наших технологий в ваши протоколы. И ваши соцработники научились у нас определенным профессиональным подходом, и в итоге это способствует улучшению, ну, как бы, заботы, лечению ваших пострадавших бойцов. А я считаю, это важнейший момент, потому что, почему у нас такая высокая мотивация у израильтян служить в армии? Не только потому, что, знаете, там высокие слова о патриотизме, а потому что каждый воин знает, что им что-то случится, им потом будут заниматься профессионально. И, соответственно, знает, что они бросят на произвол судеб. И вот, пожалуйста, значит, и ваши специалисты тоже хотят такую же внедрить систему, чтобы такое же было ощущение у ваших военнослужащих, полицейских. И это правильно. Вот. И мы обучали ваших специалистов, полицейских, психологов, социальных работников, сотрудников пограничной службы и так далее. Вот, собственно, цель нашего визита была такая. Нас попросили до того, как визит не завершится, об этом не рассказывать по ряду причин, потому что там вопросы безопасности были. Вот. Но теперь уже можно об этом сказать. Я очень рад, что, наконец-то, мне удалось в составе официальной делегации приехать к вам с такой вот, мне кажется, важной миссией. Но я мог бы сделать намного больше для вашей страны. И таких, как я, поверьте, в Израиле тысячи людей, которые готовы делиться опытом, знаниями, которые с огромным сопереживанием относятся к Украине, к делу украинского народа в его справедливой борьбе против агрессии российского фашизма. Спасибо вам, господин Тамар, как всегда, что вы не только словом, но и делом поддерживаете вооруженные силы Украины, народ Украины. Кстати, наши зрители всегда очень поддерживают ваш народ в вашей борьбе за собственное существование, в общем-то, и за победу над терроризмом. О ней мы, кстати, сегодня еще поговорим. Там есть что обсудить в контексте... Я хотел бы, знаете, здесь особо отметить, подчеркнуть, что вот общаясь со сотрудниками МВД, сотрудниками пограничных ваших структур различных, бесконечно ощутил симпатию, сопереживание, тепло и человеческое отношение. Это прямо вот чувствовалось от каждого. Не было ни одного человека, который бы не продемонстрировал вот такую солидарность. И я хочу это особо отметить, и это очень важно. Для нас, израильтян, это очень важно. Это вот говорят, что мы там можем сделать. Вот теплое слово иногда сказать, это тоже очень важно. Ну, мы просто как никто другой знаем, что такое жить рядом с соседом, который хочет тебя уничтожить. Поэтому мы прекрасно вас понимаем, друзья. Вы ваши слова поддержки народу Израиля, как всегда, оставляете в комментариях. Знаю, что для вас война на Ближнем Востоке – это не что-то далекое. Вот у вас есть и друзья, и родственники нас смотрят из Израиля. Поэтому слова действительно – это меньше, чем мы сегодня можем помочь. Господин Тамар, хочется вернуться еще к пресс-конференции Владимира Зеленского. Говоря о готовящемся новом контрнаступлении Украины, президент проговорился о том, ну, не проговорился, неправильное слово, он признался, что контрнаступление, которое было в 2023 году, цитирую, оно лежало на столе в Кремле еще до начала самой наступательной операции. То есть президент открыто сказал, что информация о том, как будет развиваться это наступление, она была слита в Россию еще до его начала. И вот это у меня лично вызвало очень сильную тревогу, да, то есть, ну, получается, среди высшего руководства, политического или военного, те, кто присутствуют на ставке главнокомандующего, как я понимаю, или кто-то в генштабе имеет доступ к этим планам и передает их в Россию. Насколько это опасно? И можно ли с этим вообще что-то сделать? Или такой вот шпионаж, да, вот Владимир Зеленский говорит, мы будем готовить несколько планов, чтобы даже если враг узнает о них, он не знал, какой именно мы будем реализовывать. Но звучит достаточно как-то, ну, тревожно, да? Или в целом, в целом, как бы, это такая, ну, если уж говорить так просто, такая бытовая, да, повседневная работа спецслужбы воюющих стран. Вы знаете, я вам сейчас скажу такую вот тезу, которая, может быть, некоторым покажется глупостью, но если проанализировать мои слова детально и углубленно, то это не моя мысль, я ее, так сказать, не моя оригинальная мысль. Сказали люди, несопоставимо более компетентные в военном искусстве и военной истории, нежели люди. Есть очень мало примеров в военной истории, когда вот действия разведки принципиально повлияли на успех или неуспех военной кампании. Вот как это ни странно покажется. Вот возьмите 41-й порт, лето 41-го порта. Ну, вот Сталина предупреждали, вот разведка, вот данных было, вот море, да? Однако ничего не было сделано, Красная армия была разгромлена. Украина была оккупирована фашистами. Белоруссия была оккупирована фашистами. Страны Балтии были оккупированы фашистами. Молдова была оккупирована фашистами. И так далее. Теперь, возьмите, прошу почти 73-й год, вот Израиль в Моссад предупреждал правительство Израиля о том, что египтяне хотят напасть. Ну, там военная разведка неправильно дала оценку, но Моссад предупреждал. И, тем не менее, израильское правительство, и Голда Мэр, и Мошеда Ян не сделали надлежащий выбор. Поехали дальше. Американская разведка предупреждала американский гермштаб о планах японцев. Однако была неожиданная атака в 41-м году тоже на японский. У нас события, 4-месячные данные, 7 октября, Шабак, внутренняя служба безопасности, предупреждала правительство и армию о том, что есть оперативная информация. На уровне младшего и среднего звена специалисты по военной разведке, полевой разведке доносили информацию. Не были сделаны выводы по ряду причин. Вот поэтому то, что россияне узнали, не узнали. Послушайте, если бы вы выжгли там все ракетным дождем, знали бы россияне об этом, не знали бы россияне. Это было бы абсолютно уже неважно, потому что у трупов мнение не спрашивают. Вы не смогли добиться успеха не потому, что россияне знали или не знали, а потому что у вас не было ракеты и авиации и достаточного количества бронетанковых средств. Столько и всего. Была бы у вас эта информация. А то, что должна работать ваша контрразведка, так она везде должна работать всегда. То, что у вас масса шпионов, при этом это не нужно на уровне замначальника генштаба кого-то вербовать. Это нет в этом нужды. Достаточно завербовать там какого-нибудь полковника условного или там десяток таких условных полковников. И вот вам, пожалуйста, вся информация. Думаете, нету таких? Я думаю, что и у вас есть такие шпионы, и у русских есть такие шпионы. Я думаю, что вы тоже не сидите с лажаром. Вот, поэтому... Да, я понимаю, что это с лажаром. Поэтому, ну, смотрите, ваш президент так сказал. Наверное, он знал, что он говорит. У него больше информации есть. Но не надо из этого делать трагедию. Не надо сейчас там заламывать руки и видеть в каждом предателя. В этом ничего хорошего в такой позиции нет. Надо жить по принципу «делай, что должен и будь, что будет». Иначе вам в долгосрочной перспективе... А война, видимо, продлится долго. Так или иначе, противостояние цивилизации продлится долго. Поэтому вам в долгую этот марафон не добежать, если вы будете там в каждом виде предателя и вестерики биться, ахнахс опять предали и так далее. Если вы будете самые лучшие, то неважно, что о вас будет знать разведка врага. Вы все равно его разградите. Вот вы вспомнили о том, что не было прикрытия с воздуха. Надеюсь, к этой наступательной операции оно уже будет, так как к началу лета прогнозируют. Ну, Украина ожидает получить первые F-16. И вы видите украинских пилотов в нашем небе, которые будут противостоять российской авиации. Вот тут такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО. Его уже там чуть ли не историческим называют. Может, вы свою оценку сейчас дадите. Он заявил, что Украина будет иметь право наносить удары с F-16 по российским военным целям за территорией Украины. То есть не только по оккупированным территориям, как было раньше, но и по территории, по военным объектам, территории законной российской. Какие могут быть эти первоочередные цели? Ну и в целом, действительно ли можно сказать, что это определенный эволюционный шаг в том, что рекомендуется или не рекомендуется партнерами делать в вооруженном силе Украины? Я хотел бы особо подчеркнуть в этой связи лицемерие, двуличие и двойные и тройные стандарты и вот такое чванство вот этих вот псевдо-демократических западных ценностей в отношении к вашей стране и к нашей стране. Когда, знаете, вот какой-то там западный политик заявляет, что у Израиля есть право на самооборону, мы тут в Израиле умиленно, прямо вот чуть ли не в ноги ему готовы за это кланяться. Когда натовцы говорят там или ЕС, говорит или там ООН, что вы имеете право наносить удар по российским городам, ну, знаете, вы из мир. Да, слушайте, это я недавно тут с россиянами разговаривал, они говорят мне, вы знаете, а украинцы хотели нанести по нам ядерный удар. Я говорю, да что вы говорите, если бы с нами сделали то, что мы бы тоже хотели нанести по вам ядерный удар, то, что вы с Украиной сделали за последние два года. То есть они признали это право, это такая вообще низость, это вообще не должно это право подвергаться сомнению. Вы страна, переживающая агрессию, вы должны иметь международно закрепленное право предпринимать любые действия для защиты своего населения, для восстановления своей территориальной целостности. Ну, все эти ограничения, которые вот они там вводят искусственно, и вот этим оружием вы можете так ударить или сякуда, я бы на вашем месте делал бы то, что целесообразно в военном отношении. А если бы возникали вопросы, не брал бы ответственность просто за это. Говорил бы, что это, наверное, ВВС Люксембург, когда нанесет удар. Если бы вопросы возникали. Но я вам открою маленький секрет. Чем более успешны и точны будут ваши попадания, тем меньше вопросов будет возникать. Вот такой вот парадокс, понимаете? Потому что, что поделаешь, так устроена человеческая психология. Понимают только с ним. Но я вам скажу другую вещь. Вот знаете, я критикую постоянно Украину за то, что она мало своего вооружения производит. Однако, когда я побывал в Украине, я общался с некоторыми людьми, и я вынужден признать, что я был не совсем справедлив к вам. Больше намного сделано в этой области, чем я думал. Не то, что все закрыты вопросы, там еще работы непочатый край, но много сделано. Поэтому я не удивлюсь, если вашими оригинальными разработками, системами вооружения различных будут наноситься удары. И тут я считаю, что есть два аспекта важных. Во-первых, временной. Я считаю, что вы должны отпраздновать праздник российской демократии, выборы Владимира Владимировича нашего, дорогого, любимого президента. Я думаю, что вы должны дать праздничный салют. Вот этот салют, он бы, мне кажется, был бы очень уместен. Такой салют, чтобы надолго запомнить. А второй момент, это не беременной, а, так сказать, в плане целеположения. Вот, мне кажется, нефтяная отрасль должна быть для вас приоритетной, потому что этих целей стратегических, их не так уж много, их несколько десятков. Вот, нанесение, и вы на этом направлении стали делать правильные вещи. Вот, нанесение ударов вот этим вот щупальцам кремлевского режима, это было бы очень для них болезненно. И, может быть, даже имело бы необратимые последствия, если бы удар был массивным. Друзья, а чего вы ожидаете, какие сюрпризы вы ожидаете от вооруженных сил Украины к дню так называемых выборах в России? Как вы себе это видите, оставляйте ваши мысли в комментариях. Еще одну тему коснулся президента Украины во время пресс-конференции. Он рассказал о своей личной встрече с Путиным в 2019 году. Тогда за закрытыми дверьми в Елисейском дворце встречались президенты. И Владимир Зеленский рассказал, о чем же они говорили. Говорит, Путин постоянно прям возвращался к теме прекращения огня, полного прекращения огня. Говорит, что нужно было, ну, говорил о заморозке конфликта и говорил о паузе в боевых действиях. Владимир Зеленский говорит, теперь мы поняли, зачем ему нужна была эта передышка. И вот, если говорить об этом, слово передышка, я в последнее время слышу очень часто от своих собеседников, в информационных агентствах. Мы видим, что Путин так или иначе на закрытых встречах посылает сигнал и американцам, и европейцам о том, что эту войну нужно заморозить. По крайней мере, на какое-то время, для того, чтобы обе стороны сейчас в патовом положении. Вот Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина этой передышки России давать не будет. Ваше государство, как никто, знает, что такое пытаться умиротворить, поставить на паузу какую-то войну. И мы видим, к чему это в итоге приводит, например, к 7 октября. В целом, как вы считаете, к чему может привести остановка боевых действий и вот эта вот та самая передышка, о которой говорил президент? Я считаю, что эта передышка невыгодна Украине в стратегической перспективе. Объясню, почему. В России существует оборонная промышленность, достаточно полный цикл производства. В Украине она фрагментарна, оборонная промышленность. В России нету проблем никаких вообще с понятием мобилизационного резерва. У вас такие проблемы есть. То есть у них нет проблем сейчас мобилизовать миллион человек и засунуть их в учебу. И два года их обучать. Даже при их безмозглой системе обучения за два года можно многому чему научить. Второй момент. Третий момент. Как только будет что-то заморожено, начнут потихонечку сниматься санкции западные. И вот те комплектующие, которых так сегодня им не хватает, допустим, для производства ракет и так далее, все будет моментально потеряет. Это и сейчас работает через пень-колоду, а перестанет вообще играть какую-то роль на происходящем. Поэтому для вас это невыгодно. Для вас это невыгодно. И тут надо вот, знаете, вот когда началась эта война, Украину сравнивали с такое животное в Африке живет, муравье, да? Который, это небольшой такой хищник, но это единственный хищник, с которым не связывает лев. Потому что у него такая шерсть плотная, то есть лев ее прокусить не может, а если его задеть, то он вот дерется до последнего, пока он нападающего либо не уничтожит, либо не прогонит навсегда, грубо говоря. Так вот, вы сейчас в такой же ситуации. Вам нельзя давать россиянам эту передышку. Она не будет использована для того, чтобы выстроить с вами добрососедские отношения. Она будет использована исключительно для подготовки к новой войне. Единственная ситуация, когда на это можно пойти, если по каким-то причинам в России изменится политический строй. Вот если там изменится политический строй, там, например, Путина повесит, или он сдохнет. И к власти, например, случится такое чудо, придут люди, которые скажут, «Мы заявляем, что агрессия против Украины была преступлением военным. Мы выводим наши войска на границы 90-го года. Мы готовы искать и судить, или там выдавать Украине военных преступлений. Мы готовы обсуждать вопросы репарации, компенсации и так далее». Вот может же такое произойти, ну, чисто теоретически. Тогда это другой вопрос. Но в рамках нынешнего политического строя это не в интересах. Владимир Зеленский еще ответил на вопрос иностранного журналиста. Возьмет ли он трубку, если ему позвонит Владимир Путин? Ну, журналистом так и спрашивает. «То если сегодня ночью звонит Путин, вы с ним будете разговаривать?» Ну, Зеленский отшутился и говорит. «Как же он позвонит? У него же мобильного нет. Говорит, а телеграфом я давно не пользуюсь». В целом, вот, не знаю, может, у вас кто-то еще в голову вам приходит из мировых лидеров, которые жили вот в такой изоляции, как Путин? Ведь о том, что он не пользуется интернетом, смотрит только федеральные телеканалы, об этом не скрывая, ну, то есть заявлял его пресс-секретарь Песков. То есть это уже, знаете, не наши с вами, наши с вами выдумки других людей, которые обсуждают события, связанные с войной России против Украины. Вы знаете, на самом деле ничего смешного в этом нет. Я, конечно, рад, что у вашего президента отличное чувство юмора, что многократно он демонстрировал. Это, кстати, очень важно в качестве и для политика в том числе. Но я вам хочу сказать, что это вообще не смешно. В действительности, ну, давайте вдумаемся, вот есть человек, который управляет ядерной державой, который находится в абсолютном информационном вакууме. То есть у него ноль информации о реальном положении вещи. И человек живет в своей реальности, как бы абсолютно, ну, вот, порван. Но я вам скажу другую вещь. Это не для того, чтобы его там извинить, да, вот что он там в вакууме живет, поэтому он не знает. У нас есть такой экс-политик в стране. Зовут его Иудольф. Он когда-то был премьер-министром у нас. Потом он, правда, подсел в тюрьму за маздоинство. Но у нас бывает так, что нас могут и премьера посадить. Это у нас не, так сказать, у нас нет священных коров. Если доказали в суде, то будет сидеть. И вот недавно этот уже очень пожилой человек, ну, не глупый, кстати, человек, давал интервью. И он руководил Израилем в тот момент, когда началась вот эта вот знаменитая история с потеплением отношений между Израилем и Россией. Это началось при Путине, как раз вот в 2005-2006 годах. И он с Путиным несколько раз встречался и бессиром. Говорит, а что вы удивляетесь? Я понимал, что Путин нападет на Украину еще в 2005-м году. Он мне об этом сказал. Сказал, что это его планы, что его планы восстанавливать Советский Союз. И он так и сказал, мы попробуем уговаривать, но если на уговоры не поддадутся, значит, мы будем силой оружия действовать. Но если Ольмерт понимал это в 2005-м году, то значит, Путин это как бы транслировал, а в 2005-м году он еще не был вот в таком пузыре информационном вакууме, как впоследствии оказался. Значит, у этого человека такие мысли давно зрели. Ну, на самом деле, да. О том, что Путин планировал это давно, в целом говорил не только ваш бывший премьер. Почему только сейчас это произошло, можно по-разному говорить. Но такое чувство, что эта война действительно была неизбежной, и нужен был только формальный повод. Я думаю, вы согласитесь. Ну, вы понимаете, он все время пробовал силы, да. Вот если бы его остановили во время грузинской истории жестко, вот Запад остановил бы, наверное, не произошло бы тогда войны с Украиной. Но это, вы понимаете, Запад, он... Я это говорю с болью, потому что мы сами в Израиле это на своей шкуре испытываем. Запад, он очень двуличный, он по-своему циничный, он по-своему прагматичный. Вот это вот лицемерие, закатывание глаз, там, доколе, там, будут, значит, там, и так далее. Ну, все это, понимаете. Вот. И они готовы на все, лишь бы не воевать. Но наступает момент, как показывает практика, что даже вот эти вот медкотелы, этот Запад, когда его припирают к стенке, приходится и Западу войти. Просто сейчас, из-за того, что они еще не осознали неизбежность происходящего, трагедия в том, что за это платить цену вы, и мы тоже платим за эту цену. Я, кстати, между прочим, вот пропагандирую идею, что в действительности это одна война. Что сейчас происходит, это вот третья мировая гибридная война. И мы, смотрите, как вот, мы в Африке живем, в Азии, а вы в Европе. А у нас при этом в рамках этой войны одни и те же враги и одни и те же друзья. Вот как интересно получается, да? А вот, кстати, об этом раздавайте напоследок, господин Тамар. Извините, я просто в продолжение вашей мысли. Мы ведь с вами вот общаемся, это интервью выйдет в понедельник вечером, а вот буквально в среду Россия будет принимать у себя с визитом террористов Хамас, исламского джихада, представителей всех палестинских фракций, их собирают на какую-то тусовку по приглашению России. Это все на фоне войны на Ближнем Востоке. И МИД России цинично говорит, ну да, мы, в общем-то, считаем, что ужасно было все происходящее в Израиле 7 октября, но мы приглашаем вот этих террористов, получается, да, исламский джихад, Хамас, для того, чтобы обсудить перспективы, значит, какие, как будет, какая будет ситуация на Ближнем Востоке. Вашу оценку хотел бы этому дать, как раз в контексте вашего тезиса о том, что такое чувство, как будто, да, враги у нас очень, ну, враги у нас-то одинаковые. Вы знаете, вот опять же, надо больше слушать, что говорит Путин. Ну, он же говорит то, что думает. Это просто нам все в это поверить сложно, что может такую ахинею внести, как бы, да, и жить, исходя из сказок. Вот Путин многократно заявлял, что Россия – это правоприемник Советского Союза. И вот для восстановления Советского Союза он – это его главная политическая цель. Прекрасно. Начиная после войны за независимость, после войны за независимость, все войны, которые были между арабской цивилизацией и еврейской, а израильской цивилизацией, они были все инспирированы Советским Союзом. Израиль вписался в Синайскую кампанию в 56-м году из-за того, что в 55-м году Советский Союз продал Египту суперсовременные танки на тот момент в Т-55. Так вот, из того момента, ну вот просто постоянно шестидневная война, война на истощение, война судного дня. Войну на истощение вообще называют некоторые военные эксперты израильско-советской войны. На Синайском полуострове за 4 года, 67-го по 71-й год, погибло более 200 советских офицеров только. Во время войны судного дня в 73-м году на Синае была развернута Советская дивизия ПВО, помимо всех других аспектов. То есть, к чему это говорит? Вот эта вот идея, ну, палестинский народ, как проект, этот проект создал Советский Союз. Это Советская разведка, это Комитет государственной безопасности создал этот проект. Палестинского народа не существовало до этого как явления. В 64-м году вот появилась организация освобождения Палестины и так далее. Поэтому, если Путин говорит, что они правоприемники Советского Союза, так понятно, что они будут принимать у себя исламский джихад и Хамас в лучших традициях. А Арафат, чтобы лучше этих вот веселых ребят, да? Кстати, между прочим, если уж на то пошло, недавно в Саудовской Аравии полиция разогнала палестинскую демонстрацию. Не позволила, как бы, да? А потому что Хамас – запрещенная организация в Саудовской Аравии. Это братья-мусульмане. Их радикальное крыло. То есть в нормальных арабских странах, просвещенных монархиях, или там, там, где власть технократия, как и в Египте, да? Там мусульманские братья запрещены, потому что арабы прекрасно понимают, что это такое. Им не нужно это. Это мы тут у нас демократию развели в Израиле, права человека, мы ранены пиролистов лечим, да? Вы знаете, так смешно, мы же постоянно оперировали детей из газа на территории Израиля. Наши профессора ездили в больницу Шифа бесплатно оперировать детей. Когда началась война, в наших больницах были многие десятки палестинских детей из газа, которые бесплатно Израиль лечил с их родственниками, и они начали песни и пляски, и радости, когда узнали, что началась «Низня сливого октября» в израильских больницах, понимая, что им ничего не сделают, то есть их просто не застрелят за это на месте, как бешеных собак. Ну, а в будущем случае обругают. Да? Вот. Поэтому то, что они принимают у себя хамасовцев, ну, для меня это совершенно совершенно неудивительно. Вы знаете, что вот обидно и горько мне, как израильтянам, то, что наша политическая элита убаюкивала себя ложной концепцией два десятилетия, что вот у нас особые отношения с Путиным, особые отношения с Путинской Россией. Мы заплатили за это большую цену и еще заплатим за это цену. А надо нам вспомнить, как наши деды советских летчиков сбивали, аж перья летели. И давили танками советских зенитчиков на Синае. И как сперли советский радар, отпилив его автогеном и унесли в Израиль. Вот когда израильтяне начнут, так как наши деды израильтяне, вести себя с российскими войсками на Ближнем Востоке, вот тогда Россия будет нас уважать и бояться. Потому что они понимают язык только бронированного кулака, как говорил Уинстон Черчилль когда-то по отношению... ... ...